Всем привет! Я тут подготовил для вас большую подборку из 40 инструментов, которые мне были интересны и не помешали бы в мастерской каждому мастеру и самодельщику. А когда вы досмотрите видео до конца, сможете принять участие в конкурсе. Приятного просмотра! Торцовочная пила. В основном предназначается для работы с деревом. Судя по отзывам, сделана довольно качественно. В ней есть функция наклона под 45 градусов, а также лазер для определения точного места реза. Пилить ей можно алюминий, дерево и пластик безо всяких проблем. Правда, за ту цену доставки, которую за нее просят, вариант купить такую себе сразу отпадет, так как выгоднее будет взять у нас на месте. Кондуктор для врезки замков. Приходит сразу с тремя фрезами, двумя ключами и стамеской. С помощью специальных зажимов приспособление надежно удерживается на двери. Подключили дрель и погнали снимать слои древесины до нужной глубины безо всяких проблем и с легкостью. С такой штукой получается очень быстрый и качественный монтаж дверных замков. Мини-цепная пила с плавным пуском. Имеет очень широкий диапазон применения. От обрезки деревьев в саду до заготовки дров на зиму. Длина направляющей пластины для цепи, то есть шины, составляет 4 дюйма. Аккумуляторная пила имеет легкий вес и удобно размещается в руке. Оснащается электродвигателем с обмоткой из чистой меди, обладающим большой мощностью и повышенной эффективностью. Практичная, скоростная, с низким энергопотреблением и плавным изменением скорости. Аккумуляторная цепная пила станет вашим незаменимым помощником на приусадебном участке и на даче. Точилка для цепи. Со временем любая цепь на пиле становится тупой и заточить подручными средствами не всегда получается, да и не каждый умеет. Поэтому такая точилка пользуется невероятной популярностью у многих. Постепенно выдерживая угол, затачивается зуб за зубом. На один зуб достаточно двух проходов. И после полной заточки пила будет входить в дерево, как в масло. Параочиститель. Данный аппарат способен на многое, так как может выдавать пар температурой до 130 градусов Цельсия. Мощность струей и щеткой на конце, он легко очистит любую грязь, жир и нагар. А еще отлично отмоет пол, плитку, почистит ковры, придаст зеркальный блеск стекольным покрытием, очистит ванну, раковину, газовую плиту и многое другое. Универсальная торцевая головка, плюсом которой является то, что при работе не нужно менять насадки для крепежных элементов разных размеров. Это сильно упрощает процесс, например, сборки или разборки конструкции с разными видами и размерами крепежных элементов. Также преимуществом универсальной торцевой головки являются небольшие размеры. Она с легкостью поместится в карман и заменит большой набор инструментов. Диапазон регулировки от 10 до 19 миллиметров. Электрический беспроводной триммер для газона и кустарника, с которым открывать дачный сезон будет одним удовольствием. В комплект входит две насадки разной длины и формы. Автономность работы обеспечивает литиевая батарея. Максимальное время работы от одного заряда составляет целых 50 минут. Благодаря эргономичной ручке и небольшому корпусу осуществлять стрижку кустарника или газона будет максимально просто. Угловое долото для петель. Пружиноугловое долото, которое позволит создать идеально ровный угол 90 градусов с острым ножом из быстрорежущей инструментальной стали без люфта. Очень удобный инструмент для выравнивания внутренних углов пазов под петли. Расположение во врезной петле и легкое простукивание молотком дает чистый прямой внутренний угол. Подпружиненное долото заточено и готово к использованию прямо из упаковки. Направляющий трафарет для фрезера. Получение сложных в плане обработки профилей закругленных или имеющих специфический изгиб деталей удобнее делать при помощи специальных направляющих трафаретов для фрезера. В таком случае пригодится специальная насадка для фрезерования, которая позволяет вырезать идеально точную окружность, дуги и радиусные углы для столешниц, поворотных подносов и других элементов. Более 240 положительных отзывов. Вот один из них. Быстрая доставка. Товар очень качественный. Идеально подошел к Маките RT 0700. Рекомендую товар и продавца. Спасибо. Приспособление для ручной полировки автомобиля с резервуаром для пасты в 100 мл. Ручная полировка автомобиля может дать неплохой результат. Преимуществом перед машиной полировкой можно считать безопасность для лакокрасочного покрытия автомобиля, поскольку вы всегда сможете полностью контролировать процесс, даже не обладая навыками и не испортив краску. Другим преимуществом является то, что вручную удобно отполировать места трудодоступные для полировальной машинки. При нажатии на кнопку подается дозированное количество специальной пасты. Резак для зачистки кабелей. Устройство для снятия изоляции. Инструмент предназначен для продольной зачистки кабеля. Именно продольная зачистка позволяет максимально быстро и эффективно зачистить кабель. При работе с этим инструментом есть возможность снять оболочку в любом месте, подавляющего большинство распространенных кабелей. Загнутые лезвия позволят с легкостью удалить отрезанную оболочку. Удобная ручка обеспечит максимально эффективное использование инструмента, а нагрузка на руку при этом будет сведена к минимуму. Аппарат для приварки гвоздей. В процессе кузовного ремонта автомобилей часто приходится выполнять рихтовку и точную сварку отдельных частей кузова. Для таких работ понадобится однофазный аппарат для приварки гвоздей. Приварка гвоздей – метод широкоиспользуемый в кузовном ремонте и строительстве. Устройство используется для приварки гвоздей толщиной 2-3 мм. Максимальная потребляемая мощность аппарата составляет 3,5 кВт. Приспособление отличается простотой применений, позволяет легко и эффективно выравнивать поверхность кузова. В комплекте имеется обратный молоток и гвозди различной формы. Переходник-удлинитель для полировки для УШМ или обычной шлифовальной машины, который позволяет использовать опорные тарелки, предназначены для шлифования различного рода поверхностей в местах, где доступ затруднен и качественно выполнить шлифование и полировальные работы без переходника не удастся. В свою очередь опорные тарелки используются для надежной фиксации самоцепляющихся абразивных дисков, на которые наносится полировальный состав. Ультразвуковой измеритель толщины, который основан на измерении скорости звука, проходящего через металл, может измерять толщину пластика, металла, керамики и стекла с толщиной от 1 мм до 22,5 см. Очень удобная и полезная штука, когда штангерем замерить толщину объекта или предмета измерить невозможно. Отзыв. Отличный прибор, стоит копейки, а работает как дорогие аналоги. Магнитный фиксатор для сварки с регулируемым углом наклона. Устройству можно задать угол от 20 до 200 градусов. На шарнире имеется промаркированная шкала с риской для выставления точного угла, под которым будут свариваться детали. Фиксация установленного угла осуществляется путем затягивания шестиграника. А вот один из отзывов. Качество хорошее, не люфтит. Складной кронштейн для полки. Не совсем инструмент, но тем не менее, очень полезная в быту штука. Это складной кронштейн для полки, которую благодаря механизму можно убрать и при необходимости сэкономить пространство. Отлично подойдет для гаража и мастерской. Комплект поставки входит два складных хронштейна, размер которых 95 на 250 миллиметров. Более 300 положительных отзывов. Все нормально. Железяка толщиной 1,5 миллиметра, а перемычка 2,5 миллиметра. Даже инструкция есть. Большой точильный станок для сверел. Как известно, сверло от перегрева ломается. Конечно, его можно заточить наждаком, но это будет не совсем профессионально и эффект будет не тот. На таком точильном станке можно легко заточить сверло от 3 до 13 миллиметров. При этом вы сами выставляете угол заточки от 90 до 145 градусов. Можно затачивать, не вынимая его из дрели. Сверло будет заточено идеально, как будто и вовсе не ломалось. На наждуке такого никогда не получится. Набор инструментов для велосипеда. Это один из самых больших наборов для инструмента. Это целый чемодан самых необходимых инструментов для вашего велика. Набор состоит из 18 различных типов инструментов. Есть быстрая доставка из России, что позволяет начать уже начавшийся велосезон вовремя. Из отзывов пишут, что отличный набор, качество на высоте, кейс приятный на ощупь и, что порадовало, замки металлические, очень хорошо держат. Зажим бабочка для сварки. Необходим для удобства прихватки металла в стык. В комплекте сразу приходит 8 зажимов. Если задаться целью, то такие зажимы можно сделать и самому, ведь приспособление просто необходим при сварке кузовных деталей машин и других металлических деталей в стык. Зажимы поставляются в пластиковом блистере. Вес посылки около полукилограмм. Клеевый ролик. Это устройство, которое быстро и равномерно распределит клей по деревянной или иной поверхности. Имеется длинная прорезиненная ручка. Для начала работы необходимо залить клей в резервуар. При прокатывании ролика клей будет равномерно поступать на ролик, что обеспечивает его распространение одинаковым слоем. На выбор имеется узкий и широкий ролик размером 180 и 320 мм соответственно. В комплекте есть подставка для парковки устройства и дополнительный ролик. Беспроводной триммер для травы. Совсем скоро лето, а это значит, что понадобится триммер для травы. Отличным решением для загороднего дома может стать вот такой вот триммер для травы от достаточно популярного китайского бренда. И с таким устройством легко справится даже девушка. Особенность триммера является поворотная головка, благодаря чему им можно косить траву не в одном, а в двух положениях. Автономность обеспечивается аккумуляторной батареей на 2000 мАч 20 вольт. Отличный недорогой болторез, который пригодится в каждом гараже. Часто бывают такие ситуации, когда замок висит на дверях, а ключ потерялся. Устройство имеет длинные прорезиненные ручки, что обеспечивает хороший рычаг. Болторез легко справится с перекусыванием замков, цепей и даже арматуры. Аккумуляторный ключ-трещотка Аккумуляторная версия всем известного ключа-трещотки позволяет произвести работы в труднодоступных местах. Инструмент удобно лежит в руке и не выскальзывает за счет его прорезиненной рукоятки. Корпус приспособления оснащен трехуровневым индикатором заряда батареи и светодиодной подсветкой рабочей области. В целом инструмент свои функции выполняет достойно и пригодится во множестве сфер от ремонта автомобилей до создания всяческих самоделок. Кому-то может не хватить его крутящего момента, но это опять же зависит от потребностей. Подставка-держатель для окрашивания мелких деталей. Особенно пригодится такая подставка людям, увлекающимся моделированием. С ее помощью можно выполнить аккуратные и равномерные окрашивания всевозможных элементов малых размеров. По своей сути данный держатель представляет собой зажимы типа крокодил, зафиксированные на гибких и держащих заданную форму проводах в черной изоляции, которые в свою очередь фиксируются на двух свободно вращающихся друг относительно друга алюминиевых трубках посредством S-образного зажима. Крокодильчики изготовлены из качественного пластика, в меру тугие, детали удерживают надежно и не повреждают их, так как зубчики у челюстей имеют закругленную форму. Пневматический напильник. Предназначено такое приспособление для механизации процесса опиливания металлов, дерева, пластмасс и других относительно твердых металлов. Для его использования потребуется компрессор. Фитинг в приспособлении быстросъемный японского стандарта. Инструмент не требует компрессорного шланга, так как из коробки оснащен встроенным рукавом длиной 38 сантиметров. Само приспособление довольно компактное. Его длина составляет всего-навсего 160 миллиметров, ширина рукоятки 26 миллиметров. Корпус приспособления целиком изготовлен из металла, что делает его достаточно стойким к внешним воздействиям. В месте контакта с рукой на поверхность инструмента нанесены противоскользящие насечки. Рукоять приспособления дополнительно оснащена механизмом защиты от случайных активаций. Стеклорез. Предназначено такое приспособление для разрезания стекла или плитки толщиной от 3 до 18 миллиметров. Рабочая часть стеклореза – это металлический корпус с закрепленным в нем заточенным роликом из карбидовольфрама. Отмечу, что головка надежно закреплена в рукояти и потому при работе исключены отклонения от намеченной траектории. Еще одной особенностью этого стеклореза является наличие встроенного в режущую часть механизма подачи масла или керосина. Так, благодаря ему в рабочую зону будет поступать смазка, что снизит возникающую в процессе реза силу трения и за счет этого увеличивается срок эксплуатации ролика. А кроме того, уменьшится вероятность образования микротрещин на поверхности. Пылеотводящий кожух для УШМ. Предназначен он для отвода пыли и всевозможных мелких частиц, появляющихся при очистке поверхностей от шпаклевки, штукатурки и иных лакокрасочных покрытий при помощи УШМ. Приспособление изготовлено из достаточно толстого прочного поликарбоната. При работе он не гнется и не деформируется. Подходит кожух для болгарки с диаметром круга от 100 до 125 миллиметров. Используется эта насадка с алмазными чашками и гибкими шлифовальными кругами. Крепится кожух на инструменте при помощи металлического червячного хомута. Коническая развертка. Данный режущий инструмент предназначен для чистовой обработки грубо проделанных отверстий или снятия фаски, например, у медных трубок. Кроме того, при помощи него можно проделывать отверстия в относительно мягких материалах по типу пластика. Отверстия, проделанные или обработанные такой отверткой, получаются аккуратными. При работе не потребуется прикладывать больших усилий. Однозначно пригодится такой инструмент, как в ремонте, например, и можно проделывать отверстия с ровными стенками и без скола в ламинате, так и при создании самоделок. Фреза для изготовления колец и шариков. С помощью такой фрезы можно вытачивать из дерева кольца разных размеров. Пригодится подобное приспособление людям, изготавливающим мебель, украшения или всевозможные элементы интерьера в больших объемах. Главный плюс данных фрез заключается в том, что вырезанные кольца имеют аккуратную скругленную форму и требуют минимум обработки. По большому счету остается только зашлифовать и покрыть лаком или другим составом. Правящий инструмент для абразивов. Данное приспособление является одной из разновидностей алмазного карандаша, инструмента для правки абразивных кругов, придания им первоначальной формы и восстановления абразивных свойств их поверхности. Кроме, собственно, кругов, таким инструментом можно править, например, абразивные шарошки для гравера. При работе нужно быть осторожным и защищать окружающие поверхности и органы дыхания от отлетающих песчинок абразива. Кроме того, для сохранения режущих свойств алмазов рекомендуется соблюдать одинаковое направление набега обрабатываемых абразивов. Набор модельных ножей со сменными лезвиями. Их конструкция предельно проста. Прорезиненная рукоятка из качественного пластика с вкручивающейся в нее цангой и зажимающей втулкой. Лезвия изготовлены из качественной инструментальной углеродистой стали SK5. В руке инструмент лежит удобно, работать им одно удовольствие, а благодаря большому количеству разнообразных комплектаций лезвий, такое приспособление пригодится во многих видах деятельности, начиная от мелких домашних работ до фигурной резьбы по дереву или моделированию из глины, пластилина и т.д. Насадки для клеевых пистолетов. Порой стандартным соплом клеевого пистолета очень сложно аккуратно выполнить работу, ведь клей подается большой каплей, да и само сопло довольно неудобны для проклеивания труднодоступных мест. И иногда на помощь могут прийти медные насадки с Али. Все насадки оснащены клапанами, предотвращающими вытекание клея, а резьба уплотнена силиконовым кольцом. К заказу доступны три различных комплекта, из трех удлиненных, из одной удлиненной и двух средних, а также из трех коротких. В каждом наборе внутренние диаметры сопел отличаются друг от друга и позволяют получать линии разной толщины, а также регулировать скорость клея. Бокс для хранения элементов питания со встроенным тестером. Огромное количество приборов работает от батареек и аккумуляторов, а у любителей создавать всевозможные электронные самоделки такие элементы питания могут накапливаться в действительно большом количестве. И дабы они не находились в творческом беспорядке, а также были всегда под рукой, имеет смысл приобрести специальный бокс для их хранения. Важной особенностью такого органайзера являются наличие идущего в комплекте съемного тестера, позволяющего тут же проверить работоспособность необходимого элемента. Фильтр с автозатемнением для сварочной маски. При помощи данного фильтра обычная сварочная маска без труда превращается в полноценную маску хамелеон при значительно меньших затратах. Размер фильтра позволяет без каких-либо доработок устанавливать его в обычные сварочные маски с такими же размерами фильтров. Модернизация заключается в простой замене обычного затемненного стекла, на данный светофильтр. Прозрачное стекло остается, так как оно выполняет защиту светофильтра от сварочных брызг. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора 600 мАч и солнечной батареи, которая расположена на лицевой стороне. Устройство оснащено двумя чувствительными датчиками, обеспечивающие надежную работу устройства. Поликристаллические солнечные элементы отлично подойдут для сборки панели самодельных солнечных батарей. В комплект входит 10 высокоэффективных солнечных элементов, каждый из которых при хорошем освещении может достигать мощности до 4 Вт и выдавать напряжение в 0,5 В. Максимальная сила тока 8,2 А. Самодельную солнечную батарею можно использовать на даче или за городом, как источник питания для зарядки ноутбука или телефона. Также с их помощью можно организовать уличное освещение дачного участка. Высоковольтный преобразователь. Этот компактный цилиндрический преобразователь способен выдавать до 400 кВт. Его можно взять за основу шокового устройства для отпугивания собак или людей. Также на основе этого модуля возможно создание компактной электронной зажигалки, которые сейчас очень популярны. Этот повышающий преобразователь способен пробивать до 20 мм воздуха, что согласитесь немало. Потребление тока достаточно велико, может доходить до нескольких ампер, так что запаситесь мощным источником энергии. Набор для восстановления резьбы. Поможет вам без особого труда восстановить внутреннюю метрическую резьбу. В таких ситуациях, когда рассверлить отверстие и нарезать новое резьбовое отверстие большого диаметра, не представляется возможным. Такое приспособление куда более выгодно в сравнении с наборами, представленными на российском рынке, так как цены на фирменные аналоги значительно выше, что, судя по отзывам, далеко не всегда оправдано качеством инструмента. Кроме того, в случае, если резьбовые вставки закончатся, вы также без труда сможете их приобрести на Алиэкспресс. Ну как вам инструменты? Что заинтересовало вас и понравилось вам больше всего? Напишите об этом в комментариях. И кстати, вот конкурс, он у меня простой. Приз 300 рублей на мобильный, либо на вебмани. Условия простейшие. Это быть подписанным на канал, поставить лайк на видео и написать комментарий, чем вы занимаетесь в свободное время. Может у вас есть какое-то интересное хобби, или вы в мастерской пропадаете, как я, ну или в игры играете. Также буду благодарен вам, если будете делиться этим роликом в своих соцсетях. Это поможет мне с продвижением видео и будет больше мотивации у меня делать для вас новые ролики. Спасибо, что смотрели. Хорошего вам вечера и увидимся!